Давно канули в лету 90-е годы прошлого столетия, когда едва ли не каждый тротуар представлял собой мини-рынок. Торговля обрела цивилизованный вид, однако островки Дикого рынка кое-где остались. С позиции городских властей они представляют проблему, мешая прохожим или даже загрязняя город. Так на аппаратном совещании в понедельник глава Берска высказал претензии в адрес одной из таких торговых точек, расположенной в районе улицы Комсомольская. Напротив него ограждение. Это его торговая зона. Он должен отвечать, а не рассчитывать на то, что полиция будет, так сказать, навешанные тряпки на заборе убирать. Если он не может организовать чистоту вокруг своего рабочего места, тогда давайте искать другого, кто это сделает. А делать вид, что он ничего не видит из своего окна, когда торгуют фруктами, а напротив него, так сказать, как на барахолке развешали себе шмучье, и делать вид, что он этого не видит. Это глупо. Значит, у него нет желания видеть. Если нет желания видеть, у нас нет желания видеть такого оператора, предпринимателя, которому безразличен город. Принимать суровые меры к нерадивым и несанкционированным торговцам городская власть грозится уже давно. Например, еще в июне первый заместитель главы Александр Тужик предложил применить в Бердске-Новосибирский опыт, конфискуя товар. Существует в практике процедура изъятия на временное охранение. Значит, в Новосибирске сейчас эта практика пошла. У меня соберемся, обсудим и начнем, наверное, все-таки изымать продукцию. Это, я думаю, самый действенный фактор для того, чтобы прекратить эту несанкционированную торговлю. Значит, единственное, чтобы у нас не получилось прецедента, когда у нас несанкционированная торговля возникает с блага самих же работников администрации. Это исключить. Такая мера, по мнению вице-мэра, должна заставить торговцев задуматься над тем, как поскорее перейти в правовое поле. При том, что запрещать уличную торговлю вроде бы пока никто не собирается. Пока что городская администрация регулярно проводит рейды, выявляя места несанкционированной торговли. Но дальше обсуждения на еженедельной планерке у главы дело не идет. Если не считать, что в конце августа Евгений Шестернин поручил Управлению экономического развития подготовить специальное совещание. Будет ли разговор предметным, а главное, какие действия последуют потом, посмотрим.